Остров был небольшой, и уже на следующий день Эмма знала, что лес здесь нет. Не встречали их и в городе. И тогда девочка решила пойти на хитрость. Это фрагмент сказки «Чудо не носит колокольчик» рязанской писательницы Татьяны Бадаловой. Произведение озвучили известные артисты. В этом эпизоде, например, «Голос Сергея Безрукова». Сказки также читают Михаил Боярский, Николай Фоменко, Екатерина Андреева. Все они – друзья писательницы. Татьяна рассказала, что выбирала актеров не просто так. Акцент был на тех, кто разделяет общие ценности проекта «Сказки Лисьего острова» в историях о доброте и великодушии. В первую очередь, наверное, эти сказки посвящены и обращены к детям, у которых есть какие-то нарушения. То есть особенным детям, детям с эмоционально-волевым нарушением, с каким-то. Отторгаются обществом так или иначе, прямо или завуалированно. Вот эти сказки должны помогать им верить в то, что, в общем-то, они нужны, востребованы. «Чудо не носит колокольчик» – это первое произведение арт-проекта «Сказки Лисьего острова». Речь в ней идет о семье из трех человек – мужчины по имени Ян и двух его приемных детей – Эммы и Оливера. Мальчик начинает сильно болеть и справиться с недугом ему поможет лишь чудо. Это чудо и решают сотворить Эмма вместе с Яном. Презентация произошла еще в сентябре в оффлайн-формате. Тогда работу нельзя было обсудить с детьми. На открытом показе в библиотеке реакция зрителей была куда очевиднее. А здесь у меня получилось посмотреть именно на глазки детей. Очень внимательные были, даже взрослые дети у нас там присутствовали, которые тоже были очень внимательные, не заглядывали в телефоны даже, что характерно сейчас, мне кажется, для современной молодежи. Поговорить с ними, правда, и на этот раз не получилось. После презентации дети отправились на мастер-классы по рисованию песком. Сейчас Татьяна активно работает над двумя следующими сказками цикла. Вторая уже на финальном этапе и существует в двух разных вариантах. Третья в процессе озвучки. И каждая сказка, как, впрочем, и весь цикл, посвящены самопожертвованию, великодушию и силе воли детей. Татьяна Бадалова в этом твердо убеждена. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Город.